Всем привет! С вами Болди и Золди, и сегодня мы поговорим про онлайн-кинотеатры. Однозначно есть те, кто предпочитает классические походы в кинотеатры. Однако 2020 год внес свои коррективы, и многие из нас устроили кинотеатры прямо в домашних условиях. В этом есть большие плюсы. Например, вы можете арендовать фильм в 4К за 99 рублей и смотреть его хоть десятером. Также вы не тратите время и деньги на дорогу в кинотеатр и обратно. А самое главное, вы можете насладиться просмотром любимых сериалов, которые вы никогда не найдете на больших экранах. Конечно, многие из вас могут сказать, что фильм можно скачать или посмотреть бесплатно, в чем я абсолютно с вами согласен. Однако, во-первых, это противозаконно. Во-вторых, зачастую вы столкнетесь с рекламой и не самым высоким качеством фильма. Ну и в-третьих, поиски могут занять очень долгое время. Чего не скажешь про онлайн кинотеатры, где в пару кликов вы можете начать просмотр. Поэтому сегодня мы хотим сравнить 6 популярных сервисов для онлайн просмотра кино и сериалов. В наш сегодняшний список входят Netflix, Амедиатека, Apple TV+, ОКО, ИВИ и Кинопоиск. Итак, начнем с главного вопроса, который волнует каждого потенциального пользователя. Сколько это стоит? Начнем с Netflix. Netflix предлагает три опции. Базовая, стандартная и премиум. Базовая подписка стоит 599 рублей в месяц и включает в себя стриминг с одного устройства в максимальном качестве 480p. Стандартная подписка стоит 799 рублей в месяц, включает в себя стриминг с двух устройств и максимальное качество 1080p. Премиум подписка стоит 999 рублей в месяц, позволяет вам стримить с четырех устройств и дает вам доступ к контенту в качестве 4К и HDR. Стоит отметить, что Netflix берет деньги только за подписку, которая открывает вам доступ ко всему контенту, доступному на сервисе. Что нам предлагает Амедиатека? В сервисе доступна подписка, стоимость которой прогрессивно уменьшается в зависимости от ее длительности. Таким образом, подписка на 30 дней будет стоить 599 рублей, на 90 дней 1499 рублей, на 180 дней 2499 рублей и на год 4999 рублей. Выходит, что подписка на год гораздо выгоднее, чем подписка на один месяц, так как ее стоимость составит 416 рублей за месяц. Однако, в отличие от Netflix, в Амедиатеке есть фильмы и сериалы, которые не входят в стоимость вашей подписки, и за них придется заплатить отдельно. Теперь поговорим о яблочном сервисе. Apple предлагает нам подписку на Apple TV Plus всего за 199 рублей в месяц. При этом вы можете поделиться ей со всеми участниками своей семейной группы. Однако, стоит отметить, что Apple TV Plus – это подписка на оригинальный контент Apple. Любые другие фильмы и сериалы не будут доступны по этой подписке. Теперь поговорим про сервис ОКО. Здесь схема подписки такая же, как у Амедиатеки. При покупке более длительного периода вы заплатите меньше. Первые 14 дней стоят 1 рубль, затем 199 рублей в месяц. Со второго месяца подписка будет стоить 399 рублей в месяц. Однако, при покупке 3 месяцев вы заплатите 990 рублей, а 12 месяцев вам обойдутся в 3290 рублей. Здесь тоже не все фильмы и сериалы включены в основную подписку. Сервис ОКО входит в экосистему Сбербанка, поэтому если у вас оформлена подписка на Сберпрайм, вы можете оплачивать его Сбербалами. Сервис Иви предлагает подписку за 399 рублей в месяц. При оплате на 3 месяца стоимость снизится и будет составлять всего 333 рубля в месяц. При оплате 6 месяцев – 299 рублей в месяц. И при оплате 12 месяцев вы заплатите всего лишь 249 рублей в месяц. В сервисе Иви не все фильмы и сериалы входят в основную подписку. И, наконец, Кинопоиск. Он входит в подписку Яндекс Плюс, цена которой составляет 200 рублей в месяц для одного человека и 300 рублей в месяц для группы до 4 человек. Также у вас будет доступ к Яндекс.Музыке, кэшбэку в Яндекс.Такси и дополнительному месту в Яндекс.Диске. Теперь, когда мы разобрались с финансовым вопросом, поговорим о плюсах и минусах каждого сервиса. Итак, Netflix. На сервисе очень много крутых новинок в самом высоком качестве. Также контент доступен на языке оригинала или с профессиональным дубляжом. А еще Netflix делает очень крутой оригинальный контент. Недостатком Netflix является очень малое количество фильмов, которые вышли в середине-конце прошлого столетия. А медиатека. Преимуществом является большое количество популярных и даже культовых сериалов российского и зарубежного производства. Они доступны в официальном дубляже и очень высоком качестве. Также плюсом является интеграция с другими платформами. Из минусов небольшое количество фильмов, однако их коллекция активно пополняется. Преимуществом подписки Apple TV Plus является то, что при покупке нового девайса Apple вы получите ее в подарок на целый год. Также 199 рублей в месяц – это самая низкая цена для семейной подписки среди онлайн кинотеатров. Несравненным плюсом является интеграция в экосистему Apple. То есть вы можете смотреть фильмы на вашем iPhone, iPad и Mac. Большой минус – это наличие только оригинального контента Apple и ничего больше. Сервис ОКО привлекает к себе очень удобным веб-интерфейсом. А еще вы можете смотреть контент в режиме офлайн. Кстати, самым крутым плюсом является возможность посмотреть премьеры в день их выхода на большой экран. Одним маленьким минусом сервиса ОКО является неудачная подборка фильмов и сериалов. Плюсами сервиса Иви является очень удобный каталог и система поиска. Также Иви запоминает момент остановки фильма. А еще подавляющая доля контента является абсолютно бесплатной для пользователя. Из минусов – вы можете столкнуться с большим количеством рекламы и второсортными фильмами в вашей подборке. И, наконец, Кинопоиск. Он является крупнейшим русскоязычным онлайн кинотеатром, который работает на всех известных платформах. Помимо классных фильмов и сериалов, вы можете найти море полезной информации. Например, фотографии, рецензии, обзоры и интервью. Из минусов – Кинопоиском вы не можете пользоваться вне подписки Яндекс.Плюс. Итак, какой итог мы можем подвести? Все эти онлайн-сервисы, безусловно, классные. Выбор остается за вами, каким из них пользоваться. Ну а мы можем только подарить вам проектор, чтобы вы могли наслаждаться любимыми фильмами и сериалами в июте собственного дома. Условия конкурса остаются прежними. Нужно в комментариях написать, какой онлайн-сервис понравился вам больше всего, поставить лайк этому видео, подробные условия конкурса читайте в описании. А с вами был Болди и Золди. Увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok